1 мая все управляющие компании обязаны работать по лицензии. Таковы требования федерального законодательства. Теперь коммунальные организации должны размещать на своих сайтах подробные сведения о собственной деятельности, а руководителям необходимо сдать экзамен, чтобы подтвердить профпригодность. В четверг среди работников ЖКХ уже появились первые отличники. Экзамен включает 200 вопросов. Все они были в свободном доступе. Тестовые задания одинаковые для коммунальных организаций по всей стране. Каждый экзаменуемый получит по 100 вопросов. В эти вопросы включается вся сфера управления квартирными домами. То есть это уборка придомовых территорий, текущие ремонты. Самый высокий результат – 99 баллов – показали два человека. Елена Коржова уверена, такой отбор отсеет из сферы ЖКХ случайных людей. Для того, чтобы предприятие, которое на слуху, скажем так, на территории города, соответствовало, конечно, стандартам, которые разработаны уже государством. Поэтому мы прошли обучение по повышению квалификации в Академии госслужбы всем коллективам. Из 20 человек двое на экзамене провалились. Набрали меньше 86 баллов. Им предстоит пересдача. После того, как управляющие компании получат лицензии, контроль над ними ужесточится. Увеличатся и штрафные санкции. Если же коммунальщики игнорируют свои обязательства перед жильцами, компания может лишиться лицензии. При повторном неисполнении предписания инспекции этот дом будет уходить из управления. Если более 15% домов уйдет, лицензия в судебном порядке аннулируется у этой управляющей компании. Все управляющие компании должны подать заявление для получения лицензии до 1 апреля. С 1 мая работа без нее будет считаться незаконной и повлечет за собой административную ответственность. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.